Всем привет! С вами Андрей Санар и сегодня поговорим о санках окунь. Сейчас пока темно, так что основной рассказ будет со льда, когда будет светло. Но готовить санки нужно уже сейчас. В данный момент они еще пока превращены в рюкзак. Я несу в этих санках весь-весь свой немалый шмурдяк. И сейчас я буду эти санки надувать. Вот сейчас совершенно не стоит вопрос, чем надувать такого рода санки. Китайцы давно уже все придумали и выпускают вот такие маленькие, легенькие, дешевенькие электрические насосы. Стоят порядка тысячи-полутора рублей, а могут надуть не только такие санки, но и лодки надувные, для чего собственно и применяются. А вещи можно и не доставать, пока надувается. Ну вот стала малость посветлее, и поэтому можно продолжить разговор о санках окунь. Я уже о них говорил раньше, но с каждым годом эти санки становятся все актуальнее и актуальнее. Это уже стало выбором питерских рыболовов-спортсменов. Там целая команда теперь с такими саночками бегает. Почему? Потому что удобно возить, много всяких рыболовных вещей можно с собой везти. Можно безопасно перескакивать трещины, потому что санки держат человека на плаву, в случае чего. Правда, надо с этим очень аккуратно быть. И еще санки, в отличие от пластиковых корыт, они идут бесшумно. Давайте посмотрим, как это все выглядит. Фактически лодочный У-образный баллон. Там натянута днище катамаранное, чтобы оно висело на баллоне, а не касалось поверхности. Вот это самая интересная вещь. Это пуфик, на котором нужно сидеть. Очень удобно сидеть. Он мягкий, теплый. Сделана очень интересная динамическая конструкция. То есть пуфик в таком положении не касается поверхности. Однако, стоит на него надавить, стоит на него сесть, то под тяжестью рыбака пуфик опускается до поверхности и обретает очень высокую устойчивость. Сидеть на нем, как на табуретке, только попе мягко. Вся эта конструкция сделана из морозостойкой лодочной ткани. И в избежание ее травмирования ножами ледобура, которые могут прорезать что угодно и как угодно. Сделана специальная система, позволяющая ледобур с открытыми ножами легко и просто перевозить на этих санях. Наша любимая система крепления грибок-резинка позволяет зафиксировать ледобур так, чтобы он никуда не упал, никуда не сместился, и при этом он не мог задеть ножами саму конструкцию. Поэтому, если перевозить ледобур по правилам, то повредить конструкцию невозможно. По бортам установлены люверсные полосы. За эти люверсные полосы можно стягивать находящиеся в санках вещи, а также превращать эти санки в рюкзак. Собственно, вы видели, когда я сегодня с утра еще по темноте разбирал эти санки, у меня весь этот мой многочисленный шмурдяк был запакован прямо внутрь этих санок. Вот за мной трещина с тоненьким льдом. Сейчас попробую на этих санках проскочить с опорой на санки эту трещину. О, перебрались. Вес санок около 3,5-4 килограммов. Снизу они защищены мощными полозьями, которые выдерживают и абразивный лед, и даже можно их стягать по какому-нибудь там песочку. Спереди стоят ремы, чтобы тянуть саночки. Видел, но не могу найти шикарный ролик, когда человек на этих санках по жидкой воде немножечко сплавлялся. Они, конечно, не предназначены изначально были для того, чтобы использовать их чисто в качестве лодки, но, тем не менее, они держали человека весом килограммов там 80-90. Приспокойно. Я, например, не рискнул в холод выходить на этих санках в качестве лодки. Надо не забыть попробовать это в теплое время года. Очень интересно. Еще одно интересное наблюдение. Даже если из санок каким-то образом выйдет воздух, то они все равно сохраняют форму, и их можно использовать по прямому назначению. Даже будучи нагруженными, они тянутся очень легко. Сейчас у меня много лишнего тяжелого шмурдяка. Я с собой еще и пешню взял. Всякое дурацкое, ненужное на рыбалке оборудование. Все это у меня там в синем мешке, в таком тяжелом, увесистом. Оно даже прогибает весь этот пол. Тем не менее, все очень легко тащится. Я думаю, даже если еще килограммчиков 15-20 рыбы поймать, что сегодня нереально, то будет тащиться так же легко. Ах, да, я помню, в прошлом году я даже даму катал на веревочке, на этих санночках. Так что смотрите, санки-окунь отличная альтернатива пластиковым корытам. Да, они, конечно, дороже, но они во столько же раз лучше. С вами был Андрей Санар. Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok